Дом 2 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 Дом 3 Дом 3 Дом 3 Ватсап. Здорово, мужики. Мы не ругались. Мы не ругались. Ромка мне ругался, вози. Бус, что-то с утра такие вопросы. Ну, Майя, ну хочется же тебя достать. Опять уеду, будешь скучать по мне сейчас. А ты когда уедешь? Завтра. Завтра? Ты выступаешь и уезжаешь, да? Ага. Айдюн приходила, пообщались. С тобой? Она чуть-чуть твоего меда поела. Ну, что страшно. Вкусно, ей понравилось. Расстроенная ходит, не пришел к ней, мальчик? Ну, как, не совсем расстроенная. Не совсем расстроенная, потому что я так смотрю, Коля так на нее смотрит. Коля меня смотрит. Ага, они потом общались два часа. Чего, Коля, зря время потерять. Не знаю. Как, кстати, Коля-то? Ну, нормально. Прижился? Да, вливается. Мне очень странно, что ты, можно сказать, больше времени проводишь в нашей комнате. Почему? Мне интересно, а что-то здесь вот... Что-то тебе здесь нравится, в этой комнате. Интерьер, наверное, да? Нет. Нет? Нет, просто приятно находиться с тобой, может быть. А трудно было, ой, тихо, трудно было догадаться. Почему? Почему я провожу в этой комнате больше времени? Нет, мне было не трудно догадаться, но все-таки догадаться можно много о чем, правильно? Ну, да. Когда человек сам скажет, это намного интереснее. Ну, ты скучаешь по мне, когда у меня нету, да? Конечно. А почему ты больше всего скучаешь? Ну, то, что вот у меня нету, просто рядом, или тебе не хватает моих поцелуев, или чего тебе? Да все не хватает. Тебя не хватает. Жопки твои любимые. Вообще, все и меня даже, да? Даже и тебя, да. Ну, что, тебе приятно, что ты заходишь в комнату, и я, да, расскажусь. Да. Ну, скажи, мне интересно. Ну, конечно. И есть, да, я рядом. Где-то там хожу. Где-то ходишь, да. Я не знаю, я устрою реалити сейчас. Сейчас и Бородиной будет жарко, и все. Себя, спрашивающего, интересующегося. Слегка устало правдываю. Кас, я же вчера же не... Что я должен оправдываться, за что, не пойму. Ну, так и скажи, что... Ну, так и скажи, экскурсию устрою. Как ты мне сейчас скажешь, не могу сделать так, чтобы не было интересно со мной, чем там. Что мне надо. Я дома, я там... Ты будешь... Я убираюсь, я тут, я там... Не, я никуда не езжу, а ее нет постоянно. Как ты думаешь, есть кто-нибудь на свете лучше, чем я для тебя? Продолженно,ished. Не сделала? Нет, конечно. Серьезно? 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 Не. У тебя, что он, мне? Да. Да. Давай растяжку делай А то ты вообще, смотри, ты какая закостеневшая Давай растяжку, давай, ногу вверх Выпрямляй в колени Выпрямляй, выпрямляй Ты че? Суслище Ну, понимаешь, нижнее белье, когда заходит мужике остальное, не должно висеть вот здесь Я убираю это каждый день Трусы не должны лежать в ванной на зубных щетках У нас есть претензии друг к другу Мы выехали с вип-домика Алена объявила, что мы не пара Я пытался удержать Но ее желание во главе всего Это вы же эгоист еще с большой буквы, каких я не видел И поэтому о чем сейчас говорить, о каких отношениях? Это отношение скотское, я с ним мириться не буду Мне оно не устраивает, я буду искать вариант лучше То ли Сэм, то ли Рома сказал Мне кажется, что Вовке Оксана будет изменять А я сказала Да, Вовке бы все изменяли Очень приятно, спасибо тебе Ну а что это? Да ничего такого, Рома Просто ты мне говоришь, что это я сказала, а я тебе говорю, что я этого первое не начинала Эту тему поднял Сэм или Рома Ну по себе людей не судят, что поделать Ну мне тоже как-то полбоку Пусть сказали, что это все было в шутливой форме, со смехом, со всеми делами Не надо к этим словам так относиться Мы стояли на кухне, стебались Нет, просто мама Вова сказала, что мы стояли с тобой вдвоем разговаривали Мама Вова Мама сказала Вове, что я сказала Да при том, что мы пошутили, если вы собираетесь по каждому слову разбираться Давайте я тоже найду целую огонь, чтобы тебя попросили Я спросила, почему, какие шоководы, что ли, почему вы так говорите, Рома Да потому, что Вова, что тряпка и размазня Да, на всех не говори, кто это тряпка и размазня Я не говорю про всех Не надо, тряпка здесь я, Рома И ты тоже тряпка, вообще Что ты на тряпку гонишь-то? Не понял Мы что, даем свой профсоюз и будем таких вот Как вы, героев нашего времени Если бы ты это видел, то тебе бы нет Сделать нашей водой половой Когда люди шутят и прикалываются И все в такой форме происходит Не стоит на эти слова просто застрять внимание Где Виктория? Ребята с неприятностью Ну просто им неприятно Просто мне было неприятно Что это? Какие проблемы, ребята? Да нет проблем никаких Нет, так сказать Почему Анаташа? Говорите Вот и все Чего? Нет, просто Интересно Вчера сама себе сказала, что сделаю волосы прямо Сегодня нет настроения, снова такие волосы Мне нравится Тебе вообще все должно нравиться Все, что я делаю Так без ложной скромности сказала Я тебе объяснил, почему я так считаю Хорошо, когда ты ходил постоянно с Аленой Водоная На нее лег Ты тоже как мужик, что ли, поступаешь? Постоянно на баб лес? Тоже как мужик, что ли? Я никому не лес Я не хотел драки тогда Поэтому я так и сделал Я просто промолчал, сказал слово за слово и все Что здесь такого? Что я должен был Рома любой имеет в виду Он имеет в виду, что когда Оксанку оскорбляли Ты сидел и молчал Я не сидел и не молчал Ты сам Рома видел Потом мне рот затыкали там Вообще, если человек уронвешен, это плохо, что ли? Нет То, что тебя оскорбляет, это его промах Нет Да Если меня оскорбляли, он сидел так же и отвечал Нет, какая разница Большая разница Я сам знаю, здесь постоянно оскорбление Всегда на эмоции Что если человек эмоциональный Я не позволю оскорблять свою девушку А если что касается стройки, всех девушек кидали смех? Это их взаимоотношения А почему ты разница, что ли, а Вова вызываешь? Это их взаимоотношения Это их взаимоотношения Была стройка, была штаба Я тоже считаю Я просто молчу Так не молчи, Господи, что вы все молчите Да не молчите, только предъявлять можете Мама, наслушайтесь Да я буду разговаривать так Я подошу, понимаешь? Я буду суваться в каждую дыру Поняла? Вы разговариваете с Рома? Да я буду суваться Тихо, тихо Да я сам буду говорить Пусть если мужики, пусть со мной разговаривают Они к тебе на полу Указывай, шерсть всякая Заходи Так, тряпка, а ну строй Фок ю Фок ю Бич Строй, Андрюкс Ну что ж Сегодня у нас замечательная стройка Мы будем чистить крыши наших замечательных вип-домиков Ура! Пойдемте на бассейн, я раздам вам лопаты И займемся делом Вперед! Ну что же, Ник пришел к тебе Тебе повезло вчера, его оставили Как развиваются ваши отношения? Ксюш, мальчик неплохой То есть, и как бы Над внешностью можно поработать То есть, можно сделать то, что хочешь Да? То есть, нормальный мальчик Интересный мальчик Воспитанный Образованный Видно Ты знаешь, мне с ним кажется Будет скучно Да Он за мной ходит Как хвостик просто Я не хочу так Тем более, он как бы Не тот мужчина Которого бы я хотела видеть По параметрам даже То есть, мне нравятся Мужчины повыше Там, понимаешь Что-то такое Более вот такое Допустим А потому, что у тебя сейчас В голове торчит Образ чуя Понимаешь? Ты всех сейчас Начинаешь сравнивать с ним Ксюш, нет Даже, допустим Мне нравится типаж Как Антон Понимаешь? Вот такое мне что-то нравится Чтоб он был выше Как говорится Действительно Вот ему 27 лет Он мне вообще Ничего плохого Не сказал То есть, я вижу Как я вот выхожу Он за мной ходит Заварил мне чай Мне это очень приятно Но мне не совсем Это нужно То есть, просто я боюсь Что если с этим мальчиком Я начну быть вместе В очень таких отношениях Действительно То я тоже замкнусь В себе И стану как он Как ты видишь Отношение Чуева к нему? Он вообще прикалывает Его вообще никак Как Степа В свое время Антона, да? Он заметил то, что Действительно Как бы я вот была К Чуеву расположена То есть, ходила за ним То, сё Пятое, десятое А сейчас все-таки Нет, я вообще Не с Чуевым Как бы постоянно Куда бы он ни зашел Этот мальчик со мной Вчера даже мы сидим В курилке Этот мальчик пришел Снова со мной сидеть В курилку Все, и на Чуев уже Не обращаешь никого? Нет, нет А кстати, вчера Была очень интересная вещь Мы же с Чуевым Ну как вообще Я ему до этого Подарила своего медведя розового Ну мы поругались Он сказал, что ему Этот медведь вообще не нужен Я его выкинула Захожу к Чуеву в комнату Смотрю, там сидит Мой медведь То есть, я говорю Чуй, говорю А что мой медведь-то У тебя делает? Ты же мне его подарила И понимаешь Он как бы сделал вид Что он ему не нужен И снова в меня кинул То есть, старается Меня специально задеть Я не знаю чем Даже вот Ты ведешься на эту провокацию? Нет, нет Ну что ж Я не случайно пригласил сегодня наших звезд Романа Третьякова и Ольгу Бузову Потому что только они знают Как можно залезть на крыши вип-домиков И на вас сегодня возлагаю эту обязанность Загнать ребят на крыши Ладно Пожалуйста, приступайте Мы пойдем на крыши, знаешь, что я тебе скажу Че? Ты че такой наглый? А-а-а Ты че такой наглый? Давай на крышу, бассейн Ладно Пойдемте На крыши Я знаю, как лезть на крыши Давай Все на крыши Ну что же, Ник Алена девочка непростая Да, Леля? Ты, надеюсь, это сам уже понял А какой у тебя метод общения с ней? Вот твоя тактика Ну я пытаюсь с ней поговорить, узнать ее Что она за человек Что она из себя представляет И, ну она мне как бы По крайней мере, я отрицательных не вижу Она мне нравится все больше и больше Потому что на самом деле, как бы Есть определенная маска И под ней прячется очень открытый, добрый Интересный и хороший человек Хорошо Вот ты думаешь, что ваши отношения будут протекать так тихо и спокойно Да, ты будешь ее узнавать Она будет узнавать тебя И в итоге у вас сложится пара Ты все это себе так представляешь? Нет Я в ближайшее время хочу перейти к более таким действиям Ну, я хочу пригласить ее в норматическое свидание Как бы попытаться сблизиться с ней Я не знаю, как-то Ну, что-то организовать Как себя ведет Чуев по отношению к тебе? Чуев? Угу Ну, по крайней мере, то есть вначале было такое небольшое С его стороны такой цинизм, хамство Сейчас я как бы это не замечаю Он нормально со мной общается Если он пытается хамить, я ему пытаюсь уже ответить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас недавно был обстоятельный разговор Да, достаточно напряженный Где еще раз повторил Солнцу Что бы мне хотелось видеть от нее там и так далее И вроде как Я уже на разных языках говорил Вроде как она поняла Что от нее хотят, да? Но Вот давай мы посмотрим Вот давай Вот это рабочий стол Солнца Знакомься Вставай Вставай Вот она, урна Диски, как попала Бумага Это рабочий стол Шоколад, семечки Диски на полу Угу Так нельзя Или можно, как ты считаешь Считай Вот, пожалуйста, косметика валяется В перемешку Вот прокладки лежат Непонятно, зачем они здесь лежат Иногда заходят в гости ребята Кроме грязного подоконника Вот этого, да? Вот то, что у вас здесь есть Они еще наблюдают нижнее белье Солнца Которое висит просто Ну, почему бы и нет? А шкаф можно открыть, посмотреть? Шкаф можно открыть, посмотреть, да Если тебе плохо видно в этом шкафу Присмотрись вот сюда Угу Это тоже вещи Солнца? Да А это твои вещи? Да Он у меня один Ну, тоже не фонтан Ребята, ну что? У нас сегодня очень жесткая тема разговора Ну, как всегда, любовная Парочка вот тут уже надоела Со своими непонятными отношениями Антон! Извините меня за выражение Алены Не побоюсь этого слова Непонятно, что у них происходит Раньше Антон Всем своим видом показывал, что ему нужна Алена Сейчас он делает совершенно обратное И Алена, увидев такое отношение к себе Неожиданно Да, ага Начала бегать за Антоном Что происходит? Я не могу понять Я ни за кем не бегаю Я сижу спокойно Но мы видим другое Антон сказал тебе Подожди Антон сказал тебе Все И ты ему тоже сказала, что все Но тем не менее, каждый раз я вижу, что ты пытаешься К нему подлезть как-то Сесть сверху Вчера весь вечер за ним бегал Ты не завидуй, пожалуйста И твой тон шутовской Я не завидую По отношениям, мне кажется, абсолютно здесь неуместен Да вот именно, что неуместен Но со стороны это смотрится как-то все Шутовство какое-то, а не отношение Понимаешь? Я понимаю, что неуместен И самому неприятно об этом говорить Но взгляд со стороны просто ужасает Хорошо, Андрей Если бы у тебя была здесь привязанность Или чувство какой-то девушки Ты бы боролся за любовь? Боролся Ты чувствуешь какое-то влечение к Алене? Ну, даже вот как мужчина к женщине, допустим Антошенька Подожди, подожди, скажи честно Чувствуешь, да? Да Какое-то Вот, я думаю, что так как мы теперь друзья С Аленой И в дружеских отношениях надеемся узнать друг друга Как дальше будет, я не знаю Но у тебя есть сейчас шанс побороться за свою любовь За свои отношения, свои чувства Мы давно уже поборолись чудом за нашу любовь Ты так просто отдаешь Подожди, я не отдаю, это бой Я понимаю, что с Аленой не так легко все Так какой бой, я не пойму Я вообще нахожусь в каком-то неведении Оказывается, Алена уже практически моя Да Ну, Алена Это слишком быстро Подожди, должен месяц пройти примерно Ты что говоришь, бред какой-то вообще Ты вообще в своем уме? Антоша, я тебе говорю, ты меня просто, наверное, не слышишь Я говорю, что Алена начала за тобой бегать Да я не начала за ним бегать Да вчера целый вечер ты за ним гонялась Да я со всеми общаюсь Это нормальное общение со всеми мужчинами Здесь на проекте Хорошо, вот носки почему-то, минеральная вода Дальше Сумка Да, вот сапоги валяются, пакеты, вот мусор тоже возле рабочего стола почему-то непонятно Пойдем дальше Ванну заводить не буду, там Настя ругается матом, но убирается Она убралась Вот все, что, вот это стоит вот здесь, да Вот это у нас стояло посреди комнаты И все, что вот здесь на полу Это тоже стояло посреди комнаты А это все ее вещи или... Это все ее... Нет, это все ее вещи, которые она принесла из той комнаты сюда бросила Вот у меня здесь одна полка Вот эти вот все полки Вот это все твое разложено, да? Вот это все полки, вот это ее Дальше пойдем Пойдем Не сюда, вот сюда Угу Я считаю, что Антон влюблен в Алену ровно, как и она в него Я в них верю Более того, они любят друг друга Так что, они сейчас выкобеливаются друг к другу Я не выкобеливаюсь, Рома Аб так, не базарим У каждой пары свои брачные игры в определенные периоды У этой пары брачная игра только началась Не за горами, мне кажется, сам брак Подожди, извини меня, я считаю, что выехать из домика это такая экстравагантная брачная игра Живите в домике, ругайтесь, смиритесь, разбирайтесь чувствами Ну, Алена же не может нормально Она же всегда, да Подожди, Андрей, для меня это был показатель Я перед Аленой поставил свои условия, что, понимаешь, вот так вот играться чувствами это ненормально для взрослых людей Мне уже 28 лет я в жизни состоялся уже и я не бросаюсь просто так отношениями Если она хочет играть, я ей подыграю, но из этого ничего не получится Мы можем после многочисленных игр остаться максимум друзьями Вот так у нас выглядит кухня Но здесь же не только солнце Это что, солнце? Нет, смотри, Бузовой нет постоянно Третьяков сразу же все за собой моет Мы с Настей периодически, знаешь, больше общаюсь до школы, честное слово Такое ощущение, что я с ней в паре Вот, и вот, как бы, понимаешь, есть здесь солнце, нет, такого не должно быть изначально Такого не должно быть И я, я не хочу с этим бороться, я устал с этим бороться, мне это не нужно Мне дороже моя нервная система Это твой подарок? Это мой подарок, валяется вот на камине Почему бы и нет, собственно Ну, мне все равно кажется, что приедет Степа и у них что-то будет С Русланом? Нет, со Степой У Руслан со Степой? Нет, ты со Степой померишься То есть ты считаешь, что Алёна сейчас просто играет? Да, она хочет его именно, Степу, больше никого Она хочет его Мне, это мое мнение Ну, и что ты по этому поводу хочешь сказать? Вы знаете, я, наша собака-черное яичко, больше хотела, чем я хочу Степу Это так вот, к сведению, Айгюн По поводу Антона, чуй, он меня обижает Я больше так не могу, поэтому я переехала в дом Подальше от этого тирана Вот честное слово Антон тиран, да? Дай вам еще мышки, вот мышки Обещай мне толк мышек, скажи мне Убирается за мышкой? Да ну кто убирается, ну посмотри Смотри, черное все в какашках И вон все засыпано в опилках Ну так, вот цветы, пожалуйста, я подарил Вот красивое сердечко Вот Это цветы, солнце ухаживает Я люблю ухаживать за цветами Слушай, ну так нельзя Под утро, правильно? Да Она приезжает под утро И вечером уже уезжает отсюда То есть днем она спит весь день Вечером там походит, покурит, пообщается, поест И уезжает опять Я не могу оправдываться за нее И я также не могу сделать Что-то такое, чтобы здесь Ей было интересней Чем та жизнь за периметром Та жизнь за периметром ярче Интересней, видимо Так получается Понимаешь, я не волшебник Все, я не буду оправдываться Антош, вот я тебе сейчас серьезно спрашиваю Ты любишь Алену? Я сейчас не шучу, не язвлю Я просто у тебя серьезно Не тираню тем более Я просто хочу спросить, чтобы ты сказал И даже в первую очередь не нам, а Алене Здесь при всех Чтобы ты заявил Если я скажу, что не люблю ее Я себе солгу Если я скажу, что люблю Я солгу всем Понимаешь? Почему? Не понимаю Не понимаешь? Ну, тогда пойми одну Подожди, ты можешь сказать Как чувствуешь? Не надо думать там за нас Как мы это воспринимаем Как Алена Ты хочешь, чтобы я сказал банально Да, я испытываю какие-то чувства К этой девушке Тогда я ничего не скажу сейчас Антоша, я ничего не хочу Хочет она И должен разобраться Ты, чего хочешь Мы, в принципе, только как Зрители ваших отношений И Просто, Антон, понимаешь Ты пришел Смотри, ситуация какая-то У нас есть претензии друг к другу Мы выехали с вип-домика Алена объявила, что мы не пара Я пытался удержать Но Ее желание Во главе всего Это Вы же Эгоист еще С большой буквы Каких я не видел И поэтому О чем сейчас говорить О каких отношениях Ты девочка Вот ты мне сейчас провел Замечательную экскурсию Май Почему ты ту же самую экскурсию Не сделаешь ей Я мальчик Понимаешь Ну, по крайней мере У меня вещи Может быть, они просто Не по вешалочкам висят Они висят вот так Но они в шкафу Их не видно Они сложены Какая-нибудь Для меня так удобно Но, понимаешь Нижнее белье Когда заходят мужики Остальные Не должно висеть вот здесь Я убираю это каждый день Я с тобой согласна Трусы Не должны лежать в ванной На зубных щетках Понимаешь Чтобы Сэм потом подходил Понимаешь И я Мне надоело оправдываться Мне надоело оправдываться За посуду То есть Там Те же самые соседи Начинают мне почему-то говорить Мне надоело оправдываться За наши отношения Я не хочу Я не хочу Я буду заниматься Своей деятельностью Да Здесь Я буду заниматься Своими делами Если она будет попадать В сечение Вот это сечение Да Мои энергетики Да Если она будет хотеть Пусть я позволю ей общаться с собой Таким образом Я устал за ней бегать Я устал Уговаривать ее Быть человеком Малюш Так проблема Это отношение скотское И я с ней мириться Не Не буду Мне оно не устраивает Я буду искать вариант лучше Я еще раз говорю Пришла бы какая-нибудь девушка Что-ли-ка Я вот так Что-то думаю Думаю Ну Ну хочешь приведем Ну приведи-ка Ну Активистка будет сунуться Если придет к тебе девушка Знаешь какая активистка Да не будет она Да здравствуй Ты думаешь ей Ты вспомни приход Дианы Тут же перья распушила Понимаешь все Это все Это все пафосно Это все показное Это временное Это временное Это для меня Это будет Секундочка Это будет делаться не для меня Это будет делаться для окружающих То есть Посмотрите А мозган здесь Спилить не будет В этой кровати Ну будет Зная о том Что как бы Там Вас снимают Есть телезрители Да 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 я просто жизни Какую-то хочу Реально Я не знаю Я конечно Хорошо общаться Чую Но я не могу С ним общаться С утра до вечера Я не могу Я не могу С ним Да Разве что Вот Вы что Он больше времени проводит Чем с Солнцем Два раза Три Ну Ну я не могу Как бы Это самое Он же Не девочка К сожалению Ну Можешь ему пол сменить Будем жить вместе Я же не знаю Ваши отношения Ребят Слишком быстро Начали развиваться И слишком быстро Алена Отдала себя Этому мужчине Мужчине Да Антону Мне просто кажется Что Алена своим таким жестом Дала Антону понять Что Ты видишь Я могу уйти Неужели ты не хочешь Меня остановить Неужели ты не видишь Кого ты теряешь Останови же меня Это очень Да нет Ну на самом деле Это все очень просто Нет никакой глубокой проблемы Просто Алене Как любой женщине На начальном стадии Отношений Хочется большого Любви Ласки Большого внимания И она хочет видеть в нем Стремление и желание Быть с этим Человеком Мне не хватает Вот она кивает Ты согласна своей Лучшей подругой Да Моя лучшая подруга Сейчас в очень Многих моментах права Ну тогда ты скажи Вот сама сейчас Антону Что ему надо И как себя вести Я сказала На лобном месте Чуечка Я теперь не знаю Что ему надо сделать Чтобы завоевать Вновь мое доверие Я не знаю Но если он сам Найдет путь И сделает что-то Ты Откроешь ему двери В свое сердце Пускай Антоша Сделает танец Тушканчик Покажи Он сделает Он сделает Ту Он сделает то Чего ты не знаешь Но он это все-таки сделает Тогда ты распахнешь себя Для этого тирана Ну Андрюх Это же не одно Должно быть действие Это не должно быть Какое-то вот Чувствовать должна Это женщина Они очень чувствительны Она должна почувствовать Желание и стремление Антона Ладно Перефразирую еще раз Если ты почувствуешь Если почувствуешь Ты распахнешь Наконец-то эту дверь Какую дверь? И ворота Ворота В свое сердце Сердце распахну Может быть Если он сделает Что-то такое Отчего действительно Ему после всего Вышесказанного Им в мой адрес Я ему поверю Потому что я ему не верю И к нему ревновать не надо Мы с ним друзья Да Ну если ты все хорошо знаешь Если ты знаешь Зачем я тебя зову На это свидание То зачем ты сидишь И пудришь Зачем ты меня зовешь Быть хорошей для всех Нет Зачем ты меня зовешь На свидание Ты хочешь Чтобы тебя солнце Никоим образом Не повредило Или там Не знаю Что он тебе сделал Не нахамило И В Чтобы Антон А тебе это тоже Кстати интересно Кстати Да Поехали Тебя Антон будет ревновать Нет Что ты теряешь Мой Ты что с ума сошел Ты заболел что ли Я вообще тебя не узнаю Тебя Антон будет ревновать Поехали Что ты улыбаешься Андрей Александров Приехал сегодня Весь в помаде У новенького Николая Не ладится отношение С коллективом Мы с Андреем Чуевым Решили съездить в кино А что происходит В жизни Ксении Бородиной Сейчас она нам расскажет сама Встречайте Ну давайте тогда По порядку начнем Как Алена говорила Андрюш Тебе микрофон Скажи пожалуйста Где ты был Я был на дне рождения Своих друзей Ты был на дне рождения У своих друзей А при чем тут губная помада Где была губная помада На куртке Панатки наверное Когда она висела в гардероб Мы решили ее целовать Ну а вы можете предполагать Все что хотите Ну мы то можем предполагать Действительно все что мы хотим Правильно Мне интересно что предполагает На это Олеся Я это узнала буквально полчаса назад Так как Андрей спал Я ему хотела дать возможность Выспаться Чтобы он потом мог В здравом уме Мне все объяснить И я еще с ним не разговаривала На эту тему Да все таки вы будете Разговаривать с Андреем Или простишь ему Эту оплошность Ну пожалуйста Прощать не надо Совершенно Я ни в чем не виноват И ничего Микрофон Андрею Прощайте Не собираюсь Ни у кого Ну что же Разбирайтесь сами ребятки С вашими помадами И так далее Сейчас хочу передать микрофон Маю Май Ну надеюсь у тебя Никакой помады нет Нет у меня помады нет Никакой Пока может быть Пока может быть Это хорошо сказано Возможно будет Да Вот почему Потому что Я хотел бы пригласить Алену Водонаеву На романтическое свидание Сегодня Ты что больной Ты что с ума сошел Мы будем драться Сегодня правильно Вы хотите поехать Ну сейчас кончится Лобное место и поедем Сегодня Значит поедем Ален Нет Зачем Романтическое Ты знаешь смысл слова Романтическое Нет Мы поедем в какое-нибудь Место В какое-нибудь место В какое-нибудь место Посидеть в интимной атмосфере Да Да Зачем Ксюш Вот я у него спрашиваю Ксюш Причем тут Ксюш Нет А почему Нет Собственно подождите Что вы устраиваете Какую-то Разговаривай Я молчу Правильно Мы с тобой Долго знаем друг друга В смысле Да И вообще долго общаемся Почему нам не поехать И не пообщаться Где-нибудь В приятном месте Я вообще не знаю Что говорить Нет Перевожу на русский язык Солнце в отъезде У тебя с Аленой Ой У тебя с Антоном Ничего не ладится Почему бы нам Двоем с тобой Не съездить И не пообщаться Да Я наверное Не поеду Потому что Если бы ты Спросил Допустим У меня совет Как тебе наладить Как тебе наладить Лучшие отношения С У меня на романтическое свидание Я немножечко не понимаю Ты знаешь Твои родственники Сейчас едой подавились В этот момент Потому что Они не едят В 9 вечера Такого лицемерия и фальши Которую я сейчас слышу Я не слышал уже давным-давно Тебе неприятно Что я отказываю? Нет Мне неприятно Потому что ты врешь Я естественно Просто предлагаю тебе Поехать на романтическое свидание И пообщаться Причем здесь Дать какие-то советы Нахрен мне твои советы У тебя жизнь какая-то Идеальная личная своя Что мне надо С тебя пример брать Или у тебя идеальные отношения Я пообщаться с тобой Просто хочу Мне не нужны твои советы У меня своя голова на плечах Так ты сейчас сидишь И грубо очень выражаешься Мы сейчас с тобой опять поругаемся Ну ты говори как есть Ты говори как есть Зачем ты говоришь Всякая фуфла Не поеду Не поеду Едь с кем-нибудь другим Не поеду Бродулька Я хочу поехать С кем-нибудь другим Ткни только пальцы С Лёликом Лёлик Хочешь развеяться? Кто-нибудь хочет поехать На романтическое свидание? Сейчас мы обязательно Просто хочется у Алёны узнать Алён Ты всегда кричала о том Что ты очень хорошо Относишься к Маю Да Я его очень сильно люблю Что даже ты его очень сильно любишь Я его люблю А почему ты отказываешь ему в свидание? Потому что она испугалась солнца Боится что солнце приедет Нет Потому что он приглашает На романтическое свидание Но это не значит Что он тебя приглашает В сауну Где вы будете голые Понимаешь? Ну это моё дело Поеду я и не поеду Потому что мне кажется Что он хочет Наладить свои взаимоотношения с солнцем За счёт другого человека Чтоб она плевновала И сроду ты меня не приглашал На романтическое свидание За все годы Сколько мы с тобой тут общаемся И тут резко на романтическое Май, ответь на вопрос, Алёна То есть меня обвиняют в том Что я хочу наладить отношения с солнцем Используешь меня Да А если бы это было так То что? Нет Просто ответь ей Так или нет Если это не так Наверное Она с тобой тогда поедет А если это так Тогда она не хочет С такими условиями ехать Нет Да, это так Иди ты в баню Да, это так Девочки Кто хочет поехать с мамой На романтическое свидание Распродажа Я отдаю его за 100 рублей всего лишь Вот одинокие девочки Кристина, Лёли Нет, нет, подожди Стой Стой, стой Внимание, подожди Свидание надо Ну зачем ты так ведешь себя? Я тебя сейчас за 30-ку продам Алёна, ну ты же прекрасно понимаешь Что Май шутит Но может быть действительно Он с тобой хочет поговорить Я не вижу в этом ничего плохого То, что это называется романтическим Или дружеским Это не важно Вы с ним общаетесь Достаточно близко Правильно? Поэтому Почему? Ты говорила с Алёной Ты говорил такое ей? Вот скажи мне честно Да, говорил Так, делай лицо нормально Хорошо, ну да Он сказал да И что дальше? И получается, что Он сейчас Назло ей просто хочет это делать Я с тобой не поеду Алёна, хорошо А он здесь с тобой в периметре Общается тоже Назло ей? Я думаю, что нет Я хочу искренне в это верить Тогда как ты Такое может быть Что здесь он с тобой Общается не на зло Потому что здесь Он не приглашает меня На романтическое свидание Свечки со свечками Ко мне там не прибегают С шоколадками Понимаешь? Может быть исчерпались Отношения Май с Солнцем Почему мы здесь Хорошо общаемся с тобой? Объясни мне Почему? Потому что мы хорошо знаем Друг друга, правильно? Да Вот Ну если ты всё хорошо знаешь Если ты знаешь Что зачем я тебя зову На это свидание То зачем ты сидишь И пудришь здесь Ты хочешь быть хорошей для всех? Нет, зачем ты меня зовёшь на свидание Я не могу понять Ты хочешь быть Что А тебе это тоже, кстати, интересно Кстати, да? Поехали Тебя Антон будет ревновать Нет, что ты теряешь? Май, ты что, с ума сошёл вообще? Секунда Ты заболел, что ли? Я вообще тебя не узнаю Тебя Антон будет ревновать Поехали Что ты улыбаешься, сидишь? Мы вообще с Чуевым в кино собрали Я говорю как есть А почему нет? Майош, секунду Вопрос к Алене Ален, если ты едешь на это свидание Что ты теряешь тогда? Скажи мне Вот почему у тебя появилась баязнь? Я боюсь потерять этого человека второй раз Я боюсь потерять своего друга Ты считаешь, что после этого свидания Ты его потеряешь? Я боюсь, что он начнёт меня использовать Я открою тебе секрет Я не являюсь твоим другом Ну всё тогда Всё просто Май, всё, я не хочу с тобой разговаривать Нет, подожди Я не хочу с тобой разговаривать Нет, подожди Понятие друг это очень серьёзно для меня Те взаимоотношения, в которых мы находимся Позволяют мне пригласить тебя на романтическое свидание А я не поеду с тобой на романтическое свидание Ну она Достаточно умная И грамотная в плане Дома-2 И мне необходима Мне не нужна помощь какая-то во взаимоотношениях с Солнцем Мне нужна не то чтобы помощь Мне нужны кое-какие варианты для того, чтобы кое-что провернуть Ксюша, это вообще нормально, нет? Я с тобой после этого вообще общаться не хочу До свидания Нет, подожди, стой Я не хочу после этих слов с тобой общаться Нет, подожди А мне интересна твоя реакция сейчас А почему у тебя она вдруг такая? У тебя было какое-то другое мнение на этот счёт? Я тебя простила после сентября И можешь сейчас многим мне упасть за то, что я нормально к тебе относилась после всего того, что случилось И сейчас ты мне говоришь в лицо какашки Я твой друг, скажи мне Который точно такой же друг, как Алексей Адея, блин Как тогда один раз я на лобном месте сказала Ну что же, я вынуждена признать, что, к сожалению... Нет, подожди, да ну не разобрались мы Подожди, мы разберёмся, этот вопрос не должен висеть в воздухе Почему? Май разберётся с Аленой Почему всё-таки она не едет с ним на романтическое свидание Сразу после рекламы на телеканале ТНТ Спасибо Вот давай, скажи мне текст, какой ты хотела бы услышать от меня Я не хотела бы, чтобы ты приглашал меня на романтическое свидание Вообще не хотела бы, чтобы я приглашал тебя на романтическое свидание Нет, скажи мне, ты вообще не хотела, чтобы я приглашал тебя на романтическое свидание Я думала, что у нас... Ты ответь на мой вопрос, пожалуйста Дай мне сначала сказать Хорошо Я не хочу с тобой разговаривать после такого Я тебе серьёзно говорю А почему? Потому что я тебе говорю, что я тебя использую, да? Потому что ты мне говоришь, что, оказывается, все это время ты меня использовала, что ты мне не друг. Ну так, а я правду говорю? Нет, подожди. А если бы я так думал, а сказал бы тебе, что... Значит, тогда мы были друзьями, а после того, как она поссорила, мы с тобой не друзья. И сейчас я тебе не друг, а просто Алена Воденаева, которая умная в плане проекта. Нормально вообще? Да пошел ты нафиг, блин. Алена, я честно, я не знаю, а как по-другому? А ты еще... Нет, подожди, а как бы ты хотела услышать? Давай, вот начнем с этого. Я не понимаю, в чем претензия? Я не понимаю. Вот давай, скажи мне текст, какой ты хотела бы услышать от меня? Я не хотела бы, чтобы ты приглашал меня на романтическое свидание. Вообще не хотела бы, чтобы я приглашал тебя на романтическое свидание. Нет, скажи мне, ты вообще не хотела, чтобы я приглашал тебя на романтическое свидание? Я думала, что у нас... Ты ответь на мой вопрос, пожалуйста. Дай мне сначала сказать. Хорошо. Я думала, что у нас дружеские отношения. И когда у меня летом были проблемы со Степой, у тебя с Солнцем, мы с тобой ездили один раз на дружеское свидание. И разговаривали об этом Сейчас ты хочешь пригласить меня на романтическое свидание Потому что тебе без разницы Ты можешь пригласить любую другую девочку на романтическое свидание Я не дура Понимаешь? Я бы сказал при всех Мне неприятно слышать Теперь ответь на мой вопрос На какой? Как бы я должен был сказать Чтобы ты поехала на романтическое свидание Я бы на романтическое не поехала Все, это окончательный твой ответ До свидания Пока Ты больной Ты еще больной В первый раз в жизни Майю Абрикосову отказали в романтическом свидании Ну что же Как будут развиваться отношения между Маем, Солнцем и Аленой Мы увидим завтра На телеканале ТНТ И это был телепроект Дом-2 Построй свою любовь Мы приехали сюда За проектом Наблюдают вся страна Мы мечтали Все пять кастингов пройти и остаться Чтоб любовь свою найти 15 клёвых людей На проекте Дом-2 С нами Ксения Собчак И Ксюша Парадина Субтитры contenido Субтитры подогнал «Симон»